Доброго здоровья, уважаемые посетители моего канала! А я позволю вам дать совет, который может вас вытянуть с очень тяжелого состояния, с очень тяжелого, ну просто очень тяжелого, но естественно гарантий никаких нет, как впрочем никто не гарантирует на этой планете Земля. А вопрос касается вот чего, и опять-таки оцените мой совет или рекомендацию, ну и потом. Итак, здравствуйте Геннадий Петрович, обращаюсь к вам с просьбой помочь составить план лечения голоданием и уринотерапией для моей мамы, соглашусь на любую оплату, это очень хорошая конечно, любая оплата, пока значит план лечения голоданием и уринотерапией, ну ладно, оставим это, оставим это. Рассказываю подробнее, у моей мамы рак желчного пузыря 4 стадии, канцероматоз брюшины, прогноз выживаемости 1-2 года при поддержке химиотерапии, хирургическое вмешательство невозможно. Исходя из этих данных, мы решили попробовать голодание плюс уринотерапию, сделать все возможное в течение 2-3 месяцев, затем провести МРТ, которая расскажет об эффективности наших действий. Мы не понаслышке знаем о результативности данного лечения, ведь моя бабушка, мамина мама, применяла его уже более 20 лет, вылечившись от рака в 90-е годы. То есть, есть опыт. И здесь сразу же, сразу же, я не знаю, как там у вас, а у меня, не то что наследственность, а передача возможностей заболевания по родственной линии. То есть, от бабушки передалось к маме и далее-далее. И вот тут-то, 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 пускай это пока для вас будет тайна, интрижка, так сказать, да? Но вылечилась от рака в 90-е. Спасибо вам за ваши книги труды, вы спасли и жизнь. То есть, я уже сделал дело, как говорится, ну, так, благодарность. Ну, ладно. Так, прошу вас спасти еще одну. Ну, попробуем советом. Совета. Главное, знаете, дать дельный совет. Очень дельный совет. Уже, уже один дан. Вот, как бы проследить. А от бабушки передалось к маме. И от мамы может передастся далее и далее может передастся. Цепочка это такая, вот, знаете, непростая. Мы втроем, я, мама и бабушка, сейчас перечитываем всю вашу литературу, составляем план подготовки и борьбы. Это очень хорошо. Это очень правильно, понимаете? Это очень правильно составить план подготовки и борьбы. Что, где, что, как. Но, боюсь, без вашей помощи данный план будет менее эффективен. Ну, хорошо. Насколько я соображаю, настолько я вам и помогу. Мама сейчас чувствует себя хорошо. Важно понимать, я-то человека не вижу, на какой стадии человек находится и, грубо говоря, выдержит ли он предлагаемое лечение. Официальные медицины, там, химиотерапии, там, так далее, так далее. Либо, там, голодание, так далее, так далее, так далее. Ну, или еще что-то. Это очень важно понимать. Чтобы лечение не убило человека больного. Так что, молодцы. Мы уже определились, что с этой недели она начнет подготовку к голоданию, уриновым клизмам, плюс правильное питание. В эту пятницу она проведет свое первое однодневное голодание. В эту пятницу. А у нас сейчас среда. Исходя из ваших книг, для лечения столь серьезного заболевания, маму нужно подготовить к достаточному длительному голоданию в 14 плюс дней. То есть, больше 14 дней. То есть, слаживается вот такое вот мнение, что, ну, вот если там, допустим, бабушке это помогло, что может это помочь и маме. Как это сделать в сжатые сроки максимально правильно, вот главный вопрос. Ну, вот это всегда сжатые сроки, вот это все, 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 все. Прошу вас помочь, буду ждать вашего ответа. Спасибо вам, что вы есть с уважением. С уважением. Сын. Итак, смотрите, что я сделал. Я, так сказать, выслал две книжечки. Это лечение керосином и онкология, лечение профилактики народными средствами. И вот тут, вот тут-то, тут-то, что, вот смотрите, лично я бы сделал. Я бы взял бы, допустим, лист бумаги и начал бы составлять, вот как раз, тут очень хорошо сказано, перечитываем вашу литературу, составляем план подготовки борьбы. И смотрите, первое, план подготовки борьбы, первое, это мы собираем. И знаете, что бы я, так сказать, собираем? Общее, так сказать, представление о жизни человека до того, как он заболел этим заболеванием. И вот здесь я бы начал, я бы начал с бабушки. Бабушка еще жива, это все дело хорошо. Пусть она вспомнит, какие заболевания она перенесла. То есть, будем говорить, онкология в данном случае, там, желчного пузыря, со всеми этими вещами, она, естественно, имеет предысторию. Она имеет свои причины, которые дают следствие, дают следствие. И в течение многих-многих лет, а то даже десятков лет, это все дает свои следствия и приводит к этому результату. То есть, это не просто так. И вот тут бы начал с бабушки. Какие заболевания у нее были вообще, с самого детства, допустим? Написал бы так, заболевания вот такие-то были. Не было ли грибковых заболеваний? А именно там, ну, если женщина там, молочницы. Не было ли грибка на ногтях, ног? Не было ли, будем говорить, вот этих вот ангин каких-то дурацких и там еще там, знаете, вот этих прыщей черякова, которых мы только недавно говорили. То есть, не было какой-то такой инфекции гноеродной, которая, или грибковой, которая длительно была. Потому что на это не обращается никакого внимания, а обращается, о, рак! Вот, вот, как бы сказать, он неоткуда-то свалился. Он давным-давно тлел в вашем организме, в котором вы создали условия. И вот важно понимать эти условия. Причем условия очень большие. Мы пока с вами касаемся физического тела. Допустим, вот этой паразитарной теории рака. Было ли? Не было. Было ли? Не было. И вот смотрите, грубо говоря, есть ли у нас были там грибки. И потому что даже к врачам приходят люди, ногти все в грибках ужасные там. Они на это не смотрят, о, у тебя там рак, будем лечить и так далее. Это следствие. Это следствие того, что эти грибки сожрали человека и в конце концов начали делать в нем какое-то плодовое тело, которое есть опухоль. Это мое мнение. Вы можете к нему, как бы сказать, относиться так, относиться и так. Ну вот уже пример бабушки показал, что это может быть. Итак, значит, какие заболевания были? Если у вас были там какие-то нанечковые заболевания, если у вас были грибковые заболевания, так, знаете, как бы сказали прогрессивно для ГРПС, если у вас там был такой этот самый. Часто, значит, простужались. Уже можно предположить, что здесь идет паразитарная причина. И вот тут-то уже против этой паразитарной, значит, причины можно использовать, допустим, вот здесь есть такая методика онкологии лечения и профилактики народными средствами и в керосине керосиновая методика лечения онкологии. То есть, как раз она пройдется по этой всей этой грибкам и вот этим всем гноеродной инфекцией, которая в организме. И это может дать очень и очень хороший эффект вплоть до полного выздоровления. Как там произошло с женщиной, которая предложила керосиновую методику лечения онкологии? Итак, первое, запомнили. Это паразитарная, микропаразитарная, пишем. Паразитарная, есть. Далее, записали, обработали. Не оно, не было никаких паразитов, ничего не было. Далее, а как работал теперь наш организм? То есть, опять-таки, начинаем с бабушки вспоминать и переходим к тому, к маме. Значит, может произойти из-за того, что была капитальнейшая зашлаковка организма в результате запоров, недостаточного освобождения кишечника. Исследуем это, было или не было. Потому что, если вот это все, значит, грязь там собирается, 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 естественно, создаются условия для того, чтобы это и возникло там. То есть, эту версию. Версия запоров. Второе. Запоры. Запоры. Записали, обработали. Было или не было? Не было. Далее, значит, мы переходим к таким вещам, которые связаны, вот теперь, такая, можно сказать, с потрясениями, с эмоциональными потрясениями, которые так модно говорить, стрессы. То есть, человек в своей жизни пережил те или иные эмоциональные потрясения, которые называются стрессом. Стресс – это напряжение. Изъяснитесь по-русски. Итак, было ли это или не было? И вот еще сопоставиться. Если, допустим, было что-то, и повспоминать. И какой пусковой механизм? То есть, грубо говоря, человек развелся, переживал. Переживал, и через год у него там или через два возникло там какое-то это заболевание или что-то такое. То есть, если механизм был вот такой от переживания, ну, вы поняли, то есть, любое сильное эмоциональное переживание, особенно длительное, вот длительное, именно оно создает условия для того, чтобы в вашем организме из-за этого переживания. А вот смотрите, тут даже очень просто, просто, как бы сказать, диагностируется. Не надо там это самое провести МРТ. Вот лично мне ничего не надо. Значит, смотрите, рак желчного пузыря с канцероматозом этой грешины. То есть, центр тела, центр тела. Здесь у нас болезнь появилась. Как правило, этот центр тела связан с тем, что человек мог долгое время переживать. Он мог скрывать вот эти все, значит, эти свои переживания, которые он переносил. То есть, какая-то жизнь неудачная, какой-то еще, вот человек концентрировался на себе, еще что-то сделал, еще что-то сделал. Это как раз вот центр тела. И в результате этого, под действием энергетики эмоций, неблагоприятной энергетики эмоций, она как магнитным полем здесь стоит, и она так повлияла на окружающие ткани, что они стали перерождаться. То есть, она их оторвала от управления всем организмом, образовала здесь, знаете, такую полость, совсем с другой информацией. И здесь начался процесс. То есть, видите, как? Смотрите, немножечко вернемся назад. То есть, если это было паразитарное, вот инфекции были, 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 зрели, и... То есть, инфекционная, как бы сказать, теория возникновения, или паразитарная теория возникновения онкологии. То тут мы применяем противопаразитарные средства. Если же у нас от запоров, то есть, от неправильного питания, тара-та-та-та-та-та-та, это другое. Вот тут-то мы применяем очищение того же кишечника, там, почистили, чтобы все это облегчить. Мы тут применяем, можем применять, естественно, чистку печени мы тут не применим, но мы тут можем применять какие-то процедуры типа обертывания, типа лучшие расшлаковки, это испанский плащ. Мы применяем, человек лежит, потеет, выходит, все это там, создается условие. Вот такие. Ну, плюс там, допустим, меняем, естественно, питание, питье и, грубо говоря, избавляемся вот от этих запоров, там, ходим, для того, чтобы все у нас протрухилось. То есть, вы поняли, при запорах совсем иная методика. Если же было эмоциональное потрясение, тем более эмоциональное потрясение с недовольством, раздражением на кого-то, то есть источник раздражения, переживаний, это конкретный человек, который, ну, как бы сказать, вызвал вот эту всю эмоциональную, так сказать, волну в организме. Здесь совершенно иная методика должна быть. Вы понимаете, о чем речь, о чем я толкую об этом? Возможно, вам никто не рассказывает, ну, кроме что, ну, вы знаете, как меня называют. То тут вы применяете совершенно иную методику. А именно, с одной стороны, от вот этого надо избавиться, для этого мы применяем методику очищения полевой формой жизни. Следующее, вот эта наша, знаете, обида, обида на того, на целого, на конкретного человека, она тянется, и она, она, будем говорить, вот еще, что такое, чтобы вы понимали, обида? Обида есть не что иное, как связь, энергетическая связь с обидчиком, которая путем воспоминания об перенесенной обиде подпитывается постоянно и создает канал, по которому утекает ваша энергия. И с одной стороны, смотрите, обида, обида концентрируется в середине, да? С другой стороны, как бы сказать, желчный там страдает. Это такое раздражение, раздражение, непримирение к тем событиям или к тому человеку, который все это вызвал. Что там такая энергетика бушует, что она тут все таком переварила и вот так вот сделала. Видите, как это может быть? То есть тут другая, другой подход. Значит, применяем методика очищения полевой формы жизни, раз. Плюс надо простить всех обидчиков. Вот тех, которые там были, все эти обиды простить. То есть оборвать эти все связи, оборвать их, чтобы некуда было уходить энергии. Это очень важное условие, очень важное условие в данном случае, если это есть. Но и какие еще причины могут быть? Я так прикинул, что вот где-то вот эти вот три основных. Плюс, естественно, это все может сочетаться там и с запорами, и с паразитаркой, и с эмоциями. Поэтому, если вот это все это сочетается, прорабатываем по всем этим трех сферам. И здесь что-то, конечно, хорошо, хорошо решится с помощью голодания, очищения клизм. Да? Это очень хорошо. То есть вообще голодание с уриной создаст условия для очищения организма, если он зашлакован. То есть надо посмотреть, что там язык у вас, как там, белки, глаз, там, для расшлаковки и для повышения иммунитета, который будет прекрасно бороться с разного рода инфекциями и так далее, и так далее. А вот что касается эмоциональной сферы, то тут голод не работает так, как нам бы хотелось. То есть вот я там, так сказать, вам рассказал, чтобы я сделал, то есть вот правильно сказано, значит, план подготовки и борьбы. Что мы включаем? Если же, допустим, что касается питания, значит, исключаем наиболее вредные продукты, которые там, грубо говоря, питают опухоль. Это там сладкие, это там дрожжевые. И плюс добавляем те, которые борются. Естественные продукты, которые содержат повышенное количество, значит, фитонцидов. И особенно, особенно, смотрите, так как страдает кроветворение, то здесь мы с вами добавляем продуктов, которые поставляют в организм биологически активное железо. А это лучше всего из моего опыта яблочно-свекольный сок. На стакан свежевыжатого яблочного сока вы добавляете столовую ложку свекольного сока и раза два вот такой сочек выпиваете. Если вы нормально переносите этот сок, особенно дозировку свеклы, вы тогда добавляете две столовые, допустим, и смотрите, как вы это делаете, как вы это дело переносите. А теперь, смотрите, что вот я дал за книгу такую. Кое-что, конечно, я тут в связи с новыми обстоятельствами не включил. И как-то я... Можно все это дело переделать, но, знаете, каких-то стимулов нет. Но, тем не менее. Итак, смотрите, вот по содержанию тем пройдемся, чтобы вы еще понимали, вот то, что я вам объяснил, что я вам это... Значит, смотрите, вместо вступления разговор с больным. Это очень важно, разговор с больным. Потому что раз думаем, вот он рак, да, повторяюсь, чтобы у человека вызвел рак, это должно пройти довольно-таки много времени. И создаются вот эти условия, которые поддерживаются образом жизни. Образом жизни, вашим питанием, вашей двигательной активностью, значит, вашим мышлением, вашим распорядком дня, нахождением, допустим, в каких-то захимиченных условиях. То есть, онкология может быть связана и с этим. Это, к примеру. Итак, разговор с больным. Так, кто может излечиться от онкологии? Следующий раздел. Я не хочу его читать, потому что наше видео вот такое вот. Это вы сами можете почитать. Кто может? Кто вот может? Можно еще, знаете, будем говорить, вот вы заболели серьезной болезнью. И вы общаетесь с высшими силами и начинаете с ними договариваться, что в обмен на исцеление я сделаю то-то, то-то, то-то и то-то. То есть, это называется обетом. И вы это делаете искренне. И, глядишь, у вас получится. Ну, это, к примеру. Далее, идет у нас глава первая, обзор методики лечащих онкологию. Я только взял и прошелся. Ну, современная медицина, что она предлагает? Она предлагает химиотерапию. Давайте поговорим об этом. Что делает химиотерапия? Химиотерапия предполагает, что если есть вот как раз паразитарная какая-то инфекция, и рак причисляет к некому роду паразиту, что химиотерапия может его убить. То есть, организм может выжить, а его убить. Но может и организм убить. Вот тут как-как, кто выдержит? Будем говорить. Ну, такая чисто теоретическая. Далее, предлагается уже радиотерапия. То есть, локализация этого, значит, онкологии, где там она, опухоль. С помощью, значит, облучения она там убивается. Она там убивается, считается. Ага, мы захимичили организм, там убили, как бы сказать, метастазы. То есть, все пятое-десятое. Там всех там бактерий, грибков там потравили. Химия очень мощная. Далее, значит, облучение вот этого непосредственно опухоли. Опухоль уже убита. И теперь что? Она начинает разлагаться и может отравить своими вот этими материалами разложения организм. Значит, следующий этап. Операция делается. Делается, значит, операция. Это все удаляется. И начинается процесс восстановления с надеждой на то, что опухоль убита. Все это будет. Организм восстановится и человек будет здоров. Вот так вот. То есть, вот такие задумки. Ну, а там уж получается, вы знаете. Далее. Идет, вот смотрите, уже Шевченко придумал спиртово-масляная методика лечения рака. Вот так вот. Почитайте. То есть, якобы вот этот спирт с маслом, вот эта пропорция, она действует. И некоторые люди излечились. Как это, да? Далее идет противораковый бальзам Агаркова. Я сейчас не смотрю, что это там такое. Ага. И четвертое. Керосиновая методика лечения рака. Керосиновая методика лечения рака, я уже говорил, подразумевает, что вы применяете такое средство, которое убивает колонии микробов, колонии грибков и, естественно, действует на опухоль. Дозы там идут довольно-таки большие, где-то чуть ли не столовая ложка употребляется. Кто применял, вы можете познакомиться со всем этим. И в некоторых случаях это довольно-таки хорошо срабатывает. Далее идет методика Валерия Тищенко. Я уже забыл, что она представляет, но это самое, прочитайте. То есть я разбирал давно, этот материал на себя. Шестое. Паразитарная причина рака и методика лечения. То есть было выдвинуто, что паразиты образуют. Значит микропаразиты, глисты могут вызывать онкологию, могут вызывать грибки, могут вызывать микробы. В результате вот этих различных, как бы сказать, видоизменений совершенно различных, они могут образовывать сначала просто инфекции. И если мы ничего не делаем, то инфекции в конце концов перерастают вот в такие вот, значит, опухолевые заболевания. Что, что и как. Посмотрите, да? Методика лечения Бройса. Методика лечения Бройса, тут интересно. Он, значит, как раз тут в основном направлен на питание. Он рекомендует где-то 49-дневное, насколько я так помню. Опять-таки все это подсчитайте. Питание, которое, как бы сказать, питает организм человека, но в то же время не дает питание опухоли. Тоже, значит, какие-то тут положительные были результаты, там все это пишется, что и как. Так, методика Армстронга с помощью голода и урины. То есть, вот такой, значит, целитель Джон Армстронг вылечил, значит, многих людей, страдающих онкологией с помощью голодания и уринотерапии. Кстати, тут 14+. Ой, важно понимать, важно понимать, что здесь надо будет, если вот, так сказать, делать голодание с уриной очищением, что важно понимать, что две недели это мало вообще-то. За две недели только-только начнут создаваться необходимые предпосылки для того, чтобы все лишнее отторгалось. Вот как у меня, я голодал, когда 40 суток, у меня где-то примерно прошло суток 30, можете посмотреть, что там с меня выходило, я все тут приведу. Суток 30, и тогда началось вот это, вот знаете, выход опухоли. Вы ее будете видеть в виде вот этих водорослей, в виде еще чего-то, знаете, еще чего-то, еще чего-то. Кстати, можете посмотреть на мой голод, посмотрите, вот этот вот, который я выставил, что с меня выходило. То есть создались условия. В данном случае женщине трудно выдержать, и тогда мы по Вайтовичу применяем фракционное голодание. Допустим, человек две недели, пускай он смог поголодал, две недели он восстанавливается, правильно восстанавливается, без всяких. И дальше он голодает, допустим, еще две недели или три недели, насколько это. Потом, значит, еще он, грубо говоря, там две-три недельки восстанавливается, и уже голодает до, так сказать, очищения там языка, до появления чувства голода. То есть это будет полное, завершенное голодание, во время которого создастся условие. То есть первое голодание приближит организм к тому, чтобы он там начал работать, то есть те механизмы, которые могут там, грубо говоря, убить опухоль. Далее, значит, следующее голодание, уже механизмы развернутся на полную мощность, начнут работать. И третье, заключительное, значит, вот это вот все будет. Но важно понимать, выдержит, не выдержит. Здесь надо обязательно, чтобы человек гулял, чтобы у него был бодрый настрой, такой бодрый настрой, чтобы у него не было страха. Контрастные душики можно использовать. Можно использовать те же испанские плащи, для того, чтобы лучше проходила расшлаковка. Естественно, клизмы для того, чтобы то, что собирается, вовремя удалялось. Сейчас рассказываю, да? Это вот что касается, значит, с помощью голода, значит, и урины. То есть, вот я еще дополнил, да? Методика Яна Гоулера. А вот Ян Гоулер, почитайте, очень интересно. Его официальная медицина там что-то полечила, я уже не помню толком, насколько я помню. Удалила то ли ногу, то ли еще что-то и сказала, что там не будет, все там нормально. Грубо говоря, через полгода или там, вы все это ясно прочитаете. Я просто на память вам рассказываю. Начался рецидив, все так же сказали. Месяца три, четыре, пять и тебя не будет. И вот тут-то он и начал применять вот эту вот методику прощения. Простить всех. Прощение на самом деле процесс не просто «я вас прощаю», это очень сложный процесс. Очень сложный процесс. В результате успешности, вернее, критерием успешности того, что вы простили этого человека, это будут слезы. Вы будете рыдать и плакать. Вот это покажет то, что вы простили этого человека и отвязались от него. Все, никаких каких-то привязок не будет. Кстати, если, ну я уже рассказал, если, значит, вот связано с сильными эмоциональными переживаниями, это надо еще делать методику очищения полевой формы жизни, то есть дышать. Можете найти, я ее показывал. И как за кочегарили дышать. И плюс, плюс, вот входите в те ситуации, когда вас там оскорбили, когда вас обидели, когда вас скинули, когда еще что-то, знаете, надругались и прочее, прочее, прочее. И вот вы занимаете точку зрения не свою, что вас обидели, вас унизили, вас издевались там над нами, а точку зрения того человека и оправдываете его действия, оправдываете до тех пор, пока вот это перестанет на вас действовать. Вы поймете этого человека, что он находится на вот этой ступени там своего развития и так далее, и так далее, что он не мог поступить иначе, и оправдать его. И тем самым, естественно, возникнет вот это вот прощение, критерием которого вы будете рыдать и будут литься слезы. Это я вам говорю, как человек, который это дело проходил. Потом идет методика, как отсюда, ниши, тоже что-то можете взять из него. Да, пищевая сода в онкологии. Пищевая сода в онкологии, то есть вы, особенно, допустим, эта методика будет, не просто вот мы там что-то применяем, я до этого вам рассказал, что, к чему можно применять. А если у вас была молочница, язык белый, там, грибки на ногтях, кожа там тоже где-то там, это самое, какие-то лишии, не лишии там, вот тут-то вы можете использовать вот эту соду. То есть здесь она оправдана. В случае, если вы кого-то там не простили, разозлились и затаили обиду, вот это очень, очень, знаете, плохо, когда человек имеет черту характера обидчивости, вот на этой черте характера и вызревают вот такие вот, знаете, опухоли, которые как раз здесь и локализуются. Вот, то есть пищевую соду вот там. Есть методика лечения рака с помощью молитв и заговоров. Любая болезнь, это своего рода, ну, как бы сказать, любого рода, это какая-то сущность. Вот, представляете, рак появился, он дает метастазы, то есть это какая-то живая сущность, которая к вам подселилась. Подселилась, подселилась за счет, я уже разбирал, разного рода факторов, которые вы сами создали в своей жизни. Можно на нее там влиять с помощью, значит, молитв и заговоров. Но насколько это эффективно, все будет зависеть от того, насколько вы в это дело поверите, проникнетесь и будете работать. Вот они критерии того, чтобы молитвы, заговоры заработали. И плюс, плюс еще, вот, важно понимать, что если возникает онкология, ну, какое-то серьезное вообще заболевание, это говорит о том, и дело идет к смертельному исходу, это говорит о том, что вы не нужны вот этому пространству, которое вас создало. Вы стали ему не нужны. И вам теперь предстоит доказать, что вы нужны. С помощью обета, с помощью изменения образа мышления, с помощью изменения образа своей жизни, вам надо доказать свое право на новую жизнь. И только сделав это, вы сможете выздороветь и жить дальше. Но не так, как раньше, что привело вас к онкологии, а по-другому. Так, и дополнение причинных и способов лечения рака. Ну, например, есть раковые там дома и так далее, то есть геопатогенные зоны там и так далее. Все, если человек там пребывает, грубо говоря, на работе где-нибудь сидит, там геопатогенная зона или еще какая-то, то онкология возникает. Глава 2. Некоторые выводы и обобщение. Вот смотрите, это я сделал тогда очень давно, когда же я это сделал. Это я сделал, значит, причины образования опухоли. Вот как я понимаю. Внутреннее строение опухоли. Третье. В чем заключается вредное действие опухоли на организм. Четвертое. Качественные, отличные опухоли от здоровой ткани. Пятое. Какие опухоли могут превращаться в раковые. Применение глины. Тоже есть такие методы. То есть, ну, почитайте, а то уже у нас видосик большой, да. Питание по предотвращению опухоли. Особенно я, еще разок повторю, с железосодержащими продуктами. И не старайтесь переходить на сыроедение, чтобы у вас не возникло такого эффекта, что вы думаете, сыроедение, все там, что-то там сделает. А сможете ли вы эту пищу переваривать? Чтобы вы еще не нанесли вред своему организму тем, что ваш организм не может переварить эту пищу, которую вы в себя пихаете. Чтобы вы понимали. Значит, профилактика питания от онкозаболеваний. И потом идут варианты программы в борьбе с опухолями. Кстати, тут то, что я сейчас вам рассказал, я-то до этого не знал. Там, возможно, свои какие-то варианты. Ну, вы можете их прочитать, взять. Сейчас больше ориентируйтесь на то, что я вам сказал. Плюс это как дополнение будет. Наконец-то голова. Третий опыт лечения онкологии. Онкология груди, мастопатия, онкология яичников, онкология матки. Это все с примерами идет. Знаете, кистозные болезни, онкология легких, онкология лимфатических узлов, онкология щитовидной железы, онкология желудка, онкология горла, родинки, онкология мочевого пузыря, онкология прямой кишки. Прочие виды онкологии. И здесь полезное дополнение и заключение. То есть, вот, обработав вот этот весь материал, ну, что-то там можно, ну, в основном керосиновая методика, она уже тут описана. Вы можете составить план действий и приступать к тому. Но самое важное, вы должны понимать, что создалась серьезная угроза вашей жизни, что ваша жизнь, ваше мышление, ваши действия стали не нужны Вселенной. И поэтому она допускает вот это вот заболевание. Поэтому вы должны проработать самого себя с целью все, что, грубо говоря, в вас имеется вредного, убрать и показать, вернее, сделать себя достойным дальнейшей жизни. Вот как это бабушка сделала. Жаль, что тут не написано вот ее мысли, ее состояние, ее эти самые. Ну, вот, примерно вот так вот. Как говорится, смотрите, я трачу огромное количество времени. Вы как-то там это, оценивайте все это дело в меру своих возможностей. Потому что, вот смотрите, это не к тому, что вот я вам рассказал, расстелился ковриком. Вот вы приходите, допустим, к врачам. Вот, вот, да, вам говорят, вы пройдите то-то, то-то, то-то. Да, у вас там онкология. Вот, цена лечения, как мы были, вот такая вот, вот такая вот. Вы разводите руками, нет у вас. При этом никаких гарантий не даются. Вы можете, грубо говоря, родственники и действительно и квартиру продать, и еще что-то, и отдать в надежде, что вы получите родственника здорового. Взамен вам все это доставляют в иной упаковке, и при этом никто не несет никакой ответственности. То есть, услуга не выполнена, и денег не отдают. А вот тут вы, вот так вот все поделали, сделали, получили результат, отблагодарите, как вы считаете нужным. И на этой ноте я заканчиваю.